Всем привет, с вами Иван Демичев. Минувший 2016 год Сабы принес множество новинок среди гитарных девайсов. И у меня, как у человека регулярно рассказывающего о новинках компании MT Electronics, конечно же парк любимых гитарных приблуд также пополнился новыми приборами. С появлением Pangea CP100FX возможности самостоятельного педалоборда строения, если так можно выразиться, возросли на порядок. Как известно, вышеупомянутый прибор содержит полновесные MIDI. То есть может выступать и как фудсвитч для преампа или гитарного усилителя с MIDI-управлением на борту, так и быть в свою очередь управляемым извне, каким-то сторонним MIDI-контроллером. Итак, мы подобрались к этому самому термину – MIDI-контроллер. Каковы области применения такого рода девайсов, а главное, зачем в принципе может быть необходим MIDI-контроллер в вашем педалборде, сегодня и пойдет речь. Многие спрашивают, какими именно требованиями необходимо руководствоваться при выборе MIDI-контроллеров, мировой рынок которых в настоящее время весьма богат. На самом деле все просто. В первую очередь нужно самому себе поставить вопрос, а для чего именно мне этот самый MIDI-контроллер вообще нужен? Я задал себе такой вопрос, и вот что примерно у меня стало фрисовываться. С одной стороны, зачастую я использую 50-ваттный Stonehead – гитарный усилитель без MIDI-управления. Одними кнопками обычного футсвитча переключать его каналы, а кнопками пангеи пресеты с эффектами как минимум неудобно. Поэтому моя задача – минимизировать подобного рода пляски с бубном по сцене. С другой стороны, иногда вместо головы мне удобнее использовать отдельные педали, различные преампы, а также овердрайв. Но использовать-то я хочу все это хозяйство вместе с пангеи CP100FX. Причем в идеале было бы здорово иметь возможность переключаться между различными пресетами моего полного гитарного сетапа нажатием одной лишь кнопки. Возникает логичный вопрос – а вообще, возможно ли это сделать? И если да, где искать и какие именно MIDI-контроллеры способны справиться с этой, на первый взгляд, непростой задачей? И тут как нельзя кстати мне на помощь пришли ребята-соотечественники из BG Devices. BG Devices – это небольшая российская компания, которая специализируется как раз-таки на MIDI-контроллерах для гитарного оборудования. Наибольшую популярность приборы от BG Devices получили в первую очередь среди пользователей таких гитарных процессоров, как Axe FX, Kemper, TC Electronics и прочее. Мне же стало, разумеется, интересно окунуться в более глубокие возможности данных MIDI-контроллеров, так как моя цель – состыковать аналоговые педали и гитарно-всилитель, не имеющие MIDI-интерфейса, с пангеи CP100FX, который прекрасно дружит с MIDI. Причем, чтобы в конечном итоге все это хозяйство управлялось именно по MIDI, и так, как это нужно мне под мои конкретные цели и задачи. И вот, у меня появилась возможность протестировать сразу всю линейку MIDI-контроллеров марки BG Devices, в том числе две новинки – MIDI-контроллеры с педалью экспрессии на борту. В настоящее время линейка MIDI-контроллеров BG Devices представляет из себя пять разногабаритных напольных приборов. Подробную информацию о каждой из моделей, равно как и техническую документацию, можно найти на официальном сайте компании, который одновременно является и интернет-магазином bgdevices.com. Если зайти в раздел «Каталог» и далее перейти в подраздел «Миди-контроллеры», то вы увидите ассортимент приборов, доступных в данный момент, и сразу же сориентируетесь по ценам на девайсы. Новинками 2016 года являются модели контроллеров TB-11P и TB-6P. Основным новшеством, в отличие от более ранних MIDI-контроллеров, является встроенная педаль экспрессии, которой можно управлять различными параметрами внешнего MIDI-устройства в реальном времени. Главной же отличительной особенностью всех, без исключения моделей контроллеров BG Devices, является весьма богатый функционал и широкие возможности настройки технопольных девайсов под свои конкретные цели и задачи. Как раз то, что мне нужно. Давайте рассмотрим поближе эти приборы. Первое, что меня действительно порадовало, это материалы и качество сборки. Все элементы, которые попадают в поле зрения, выполнены из металла, ну, пожалуй, кроме резиновых ножек и, разумеется, экрана. Прибор создает уверенное впечатление надежного, крепко сшитого девайса, что так немаловажно в концертной работе. К слову, на видео вы можете легко оценить толщину листа металла, из которого собран корпус. При этом, вопреки предварительным ожиданиям, контроллеры совершенно не тяжелые сами по себе. Самая легкая пятикнопочная модель TB5 весит всего около 1 кг, а взрослая 11-кнопочная модель с педалью экспрессии на борту TB11P имеет вес 2,8 кг. Тут мне на ум сразу приходят мини-контроллеры от той же фирмы Roland со средним весом прибора, начиная от 5,5 кг. А окрашенная поверхность контроллера матовая. Пальцы рук здесь не оставляют никаких следов, как это бывает на поверхностях некоторых приборов с эффектом глянцевого покрытия, когда возникает ощущение так называемой «залапанности» поверхности. Область управления настройками меню прибора защищена дополнительной пластиковой накладкой, что является несомненным плюсом в плане защиты девайса от проникновения внутрь корпуса от жидкости, например, при работе на открытой концертной площадке в дождливую погоду. Кнопки меню при нажатии на них издают характерные приятные щелчки и тактильно палец ощущает каждое нажатие на кнопку. Экран яркий и информативный, имеет большой угол обзора. Обратимся к задней панели устройства. Справа располагается разъем питания. Как видно, для этих целей подойдет любой блок питания в диапазоне от 9 до 15 вольт, силой тока в полампера. Тем не менее, каждый медиконтроллер производитель по умолчанию комплектует блоком питания. Следом располагаются разъемы MIDI-in и MIDI-out. Кстати, если управляемое устройство, например, гитарная голова с медиинтерфейсом, имеет возможность подачи фантомного питания по медикабелю, то все устройства BG Devices по умолчанию имеют возможность запитываться именно таким образом. В качестве примера могу сказать, что при совместном использовании нового рэкового 100-ваттного гитарного усилителя от MT Stonehead SH-100R и MIDI-контроллера от BG Devices, последний легко запитывается непосредственно от гитарного усилителя прямиком по медикабелю, то есть нет необходимости тянуть по сцене дополнительное питание на контроллер. Разъем USB пригодится для соединения прибора с компьютером, например, для обновления прошивки девайса, либо для управления каким-то приложением или программой на компьютере. Например, можно использовать MIDI-контроллер от BG Devices для управления гитарными VST-плагинами, типа Guitar Rig. Далее имеется два разъема для подключения внешних педалей к спрессии, а следом располагаются два релейных выхода для управления переключением каналов обычного гитарного усилителя, комбо или, скажем, рекового преампа. Базовый функционал задней панели единый для всех MIDI-контроллеров данной линейки приборов от BG Devices. Что касается дисплея, то в моделях с большим количеством кнопок под свечей, соответственно, и экран в два раза больше. Именно такой крупный экран вы встретите на моделях TB11P и TB12. Давайте посмотрим, как выглядит процесс включения приборов при подаче на них питания. В новинках 2016 года в MIDI-контроллерах с педалями экспрессии TB11P и TB6P есть еще одна интересная фишка. Для некоторых гитарных процессоров, где реализована так называемая обратная связь по MIDI, светодиодная индикация вдоль педали экспрессии является еще и визуальным тюнером. Диоды меняют свой цвет в зависимости от точности попадания струны вашей гитары в ту или иную ноту. Протестировать данную фичу мне, увы, пока не удалось, покуда Pangea CP100FX еще не научилась сделать соответствующую состыковку на уровне обмена информацией со сторонними MIDI-контроллерами. Однако, сама по себе такая идея лично мне показалась очень интересной. Но владельцы кемперов, фракталов и прочих устройств аналогичного плана могут использовать эту функцию уже из коробки. Вместе с самими контроллерами мне на тесты попал также маршрутизатор гитарного сигнала LoopX2 на две петли. Если кратко, то с помощью этого маленького прибора можно значительно расширить функционал MIDI-контроллера, соединив маршрутизатор и MIDI-контроллер обычным стереокабелем через релейный разъем SW1.2 либо SW3.4. И тогда, подсоединив каждую из двух доступных петель маршрутизатора, скажем, по преампу, можно будет прямо с MIDI-контроллера управлять переключением между этими самыми преампами. В общем, это и правда удобно. И такая функция существенно расширяет возможности коммутации девайсов вашего педалборда между собой. Да, кстати, при заказе приборов с официального сайта BG Devices стоимость заставки по территории России бесплатна. Сегодня я не буду останавливаться на нюансах настройки MIDI-контроллеров с точки зрения того, в какой именно пункт меню прибора нужно залезть, чтобы изменить свойства той или иной кнопки MIDI-фудсвича. Это, как минимум, тема для отдельного обзора. В этом же видео я покажу, какого типа коммутации и управления можно достичь с помощью MIDI-контроллеров от BG Devices в связке с ассортиментом приборов от компании AMT Electronics. Понятное дело, что, следуя аналогичному алгоритму, можно собрать свою индивидуальную цепь с любыми приборами совершенно различных производителей. Но мы-то с вами ведем речь за стопроцентное импортозамещение. Вот и проверим, что у нас в итоге получится. Итак, рассмотрим исходные данные. У нас есть гитара, педаль перегруза AMT Heater HR1, которую мы будем использовать в качестве обычной грелки, маршрутизатор на две петли, гитарный усидитель AMT Stonehead 50-ваттный, эквивалент нагрузки AMT Loadbox PE15, Pangea CP100FX, ну и, собственно, любой из контроллеров BG Devices. Все это дело мы будем подключать в звуковую карту, либо микшерный пульт для вывода в мониторной колонке. Наша задача следующая. Скоммутировать все эти девайсы между собой таким образом, чтобы получить управление всей цепочкой прохождения гитарного сигнала исключительно через MIDI-контроллер. Итак, соединяем гитару со входом маршрутизатора. Выход маршрутизатора направляем прямиком во вход Stonehead. В одну из петель лупера, пусть это будет петля номер 1, подсоединяем Overdrive AMT Heater. При этом включаем данную педаль. Она у нас будет включена постоянно, а вот активация петли под номером 1 будет управляться как раз-таки непосредственно командами с MIDI-контроллера. Для этого соединяем стереокабелем наш маршрутизатор с релейным выходом MIDI-контроллера SW3.4. Вторым стереокабелем соединяем релейный выход MIDI-контроллера SW1.2 с выходом на футсвич Stonehead FS2. Таким образом, мы сможем переключать каналы нашего гитарного усилителя, опять же, напрямую с MIDI-контроллера. Идем далее. Выход на кабинет со Stonehead подключаем ко входу Input Pangea. Выход True Pangea соединяем со входом нашего лоутбокса AMT PE15. Таким образом, гитарный усилитель будет вести себя адекватно при работе в линию за счет того, что наш лоутбокс — это реактивный эквивалент нагрузки. Выход Pangea, в данном случае мы используем TRS-кабель, подключаем к нашему микшерному пульту, либо звуковой карте. И теперь, разумеется, MIDI-кабелем соединяем выход MIDI-out нашего MIDI-контроллера со входом MIDI-in Pangea CP100FX. Таким образом, мы сможем управлять Pangea через наш сторонний MIDI-контроллер. В итоге, законнектив всю цепь вышеупомянутым образом, я настроил первые четыре кнопки MIDI-контроллера для наглядной демонстрации возможностей такого рода коммутации. Нажимаем на кнопку контроллера номер один. У нас включается первый клин-канал гитарного усилителя, плюс кабинет эмуляции, ква-лазер, хорус и ревер из Pangea. При этом грелка по умолчанию не звучит, так как в данном пресете петля под номером 1 маршрутизатора неактивна. Хотя, напомню, при этом сама педаль увердрайва все время остается включенной. Нажимаем на кнопку номер 2. Тут у нас вступает в работу кранч-канал Stoneheader. При этом до входа в усилитель включается петля с грелкой, нашим хитром. А в Pangea активные капсимуляции, но уже с иным импульсом гитарного кабинета, эквалайзер с уникальными под пресет настройками и хорус с ревером, аналогично с иными настройками. Нажимаем на кнопку номер 3. Работает канал Lit 1. Это третий канал Stoneheader. Плюс грелка на входе. При этом в Pangea настройка эффектов также отлична от предыдущих двух пресетов. Свои настройки эквалайзера, хорус и ревера. При нажатии на кнопку контроллера под номером 4 включается канал Lit 2, то есть четвертый канал усилителя. Плюс грелка на входе, а в Pangea уже не используется хорус, только эквалайзер и ревер с настройками, отличными от предыдущего пресета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 К слову, сегодня главной задачей для меня было показать именно возможности коммутации, а не заниматься, скажем, кропотливым подбором гитарных импульсов и глубокой отстройкой всего остального функционала Pangea. Данное видео лишь пример того, как можно достаточно быстро нарулить саунд с нуля, имея под руками любые импульсы, но используя именно Stonehead в качестве основы гитарного звука, плюс MIDI-контроллер для управления переключением всего этого гитарного хозяйства. Понятно, что таким образом можно коммутировать что угодно и как угодно. Тут всё ограничивается лишь вашим воображением. По аналогии, в цепи вместо гитарной головы может быть и пара преампов, переключение между которыми можно также осуществлять через маршрутизатор, посредством управления им всё через тот же MIDI-контроллер от BG Devices. В общем, всё отлично работает. Признаюсь честно, я весьма воодушевился, когда самостоятельно собрал первую цепь такого рода в виде гипотетического MIDI-педалборда. Это очень влекает, возникает даже ощущение, что ты оказался снова в детстве и собираешь какие-то неведомые механизмы, используя металлический конструктор. Рибор от BG Devices оправдали все мои ожидания и с поставленной задачей справились на все 100%. Интуитивное управление, качественное исполнение, комфортные габариты, малый вес и адекватные цены – всё это делает компанию достойным игроком на рынке MIDI-контроллеров, где практически стопроцентно до недавнего времени лидировали лишь зарубежные бренды. Так что, если вам нужен надёжный, недорогой MIDI-контроллер, обязательно обратите внимание на отечественного производителя. Напоминаю, что новые видео теперь появляются на интернет-ресурсе musfamily.com. Это мой личный интернет-журнал, который я создал с единственной целью – поделиться своим опытом. Оставляйте свои комментарии, отзывы и вопросы под данным видео на YouTube, во Вконтакте, либо прямо на musfamily.com. Буду рад на всё ответить. Не забывайте ставить лайки, делайте репосты и подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного. С вами был Иван Демичев. Скоро увидимся. Пока!